приветствую всех с вами снова лев скажу сейчас достаточно интересном живописном месте далеко от ильинского ну соответственно удмуртская республика покажу вам есть места более есть что показывать раньше здесь была пасека в общем-то крестьянское фермерское хозяйство и сейчас здесь прудик здесь плотина тут же баня в которой можно париться и купаться в этом пруду сюда и министры приезжают очень потому что здесь хорошо давайте с вами погуляем этот пруд он образован четырьмя ручьями родниками поэтому вода здесь очень чистая мягкая приятно прозрачная тут же пашут поле что-то будет сеять очень приятно в таких местах находиться вообще приятно из города выбраться иногда это такой знаете релакс природный просто побродить а уж если приехал в то место где никогда не бывал где есть интересные люди которые расскажут об этих местах и интересно пообщаться то это врезается прямо в память и каждое такое место посещено новое каждое такое путешествие но в каком-то смысле дополняет картину нашего прожитого нами времени так сказать чем таких моментов больше тем кажется что мы дольше прожить дольше жили то есть можно прожить там но определенное количество лет например с очень однообразными такими событиями и эти вот года они пролетят как один день или можно прожить насыщенную событиями вот этот тот же период и он будет казаться что гораздо дольше он проходил и будет чего вспомнить видите как красиво попробую еще на горку подняться оттуда вид покажу с событиями в мире происходящими которые можно характеризовать не иначе как гибридная война против простых людей простолюдинов нас с вами очень хорошо иметь знакомых деревне для сельской местности где-нибудь может быть и не самих деревнях а вот спрятанных таких местах потайных куда если что можно будет приехать укрыться так сказать от каких-нибудь событий неприятных и хороших имеет смысл и в этом плане как бы продумывать подходные пути потому что я не устаю говорить города это ловушки и этот проект который реализуется по создании 20 супер мегаполисов на территории россии это как узнать приманки такие ловушки не нужно верить в это все да что там в городе жить там лучше и так далее ну допустим даже в городе есть у вас где жить но от деревни от сельской местности полностью уходить ни в коем случае нельзя даже в том смысле что у вас должны быть навыки выживать по выживанию в условиях когда нету никакой инфраструктуры цивилизации так сказать остановилась то есть как вот поймать рыбу как там на охоте что-нибудь как чего-то вырастить то есть запас семян свой должен быть стратегический хотя бы у кого-то из родственников он должен быть хотя бы в одного у нескольких потому что представьте продаются семена гибриды там дыма которые ну невозможно с них там нормально собрать семян на следующий год и что-то вырастить должен быть свой стратегический запас семян почти я на горе тут немножко ветер дует но пока иду вроде не так сильно я просто не к тому что там выживальщикам надо присоединяться там и так далее есть люди которые очень всегда всю жизнь они настороже но вы знаете и в этом ведь доля правда то есть то есть если вас где-то в лесу какой-то там домик имеется в какой-то момент можете за уехать и и пережить так сказать какие-то очень неблагоприятность ситуации и вот знаете вот сколько лет наверно 20 я отслеживаю все эти тенденции и проще то жить не становится я вам скажу и я думаю многие согласятся со мной и даже если у вас запас там капитала там и так далее это вам не поможет все цифры на счетах нажатием одной кнопки обнуляется а вот если у вас есть база которая способна прокормить вас вашу семью где-то вода на ошибе вот это вот это вот актив и это капитал так что пустеющие деревни по территории россии это тоже проект пустеть они не должны то есть съездить если у вас есть катера родовая деревня или там воспоминание с детства где вы может быть были и по возможности за копейки можно наверное приобрести какой-то домик и так далее чтобы был просто чтобы на всякий случай а там уж как пойдет такой вот вид нам открывается с вершины горы чуть-чуть здесь посижу огромное количество здесь клубники растет представляешь что тут летом творится все склонны в этой ягоде да классное место по теме коровьи до этого я буду так его называть чтобы не отслеживали по словам значит то о чем я говорю потому что алгоритмы ютуба за всем следят и непонятно как это потом будет отражаться на канале значит вот само вот это вот слово оно состоит английская да из видоизмененного слова который переводится на русский как корова а в конце айди то есть это обозначение номер маркировки и вот это как бы маркировка стада понимаете от 19 года вот как хотите так и понимаете такую картинку даже вот прикреплю к видео что более понятно было о чем речь все это подмечают люди все это очень неприятно и даже вот может быть какие-то ведущие там передачи так далее вот как михалков так далее кому-то может быть не нравилось как как они в предыдущих до прошлом себя проявляли но понимаете даже и он выступил и еще не тоже попал получается под раздачу потому что ну самое такое время не 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 популярно показали передачу с расчетом чтобы его как можно меньше людей увидел это я про без огонь в котором он разбирался кому же принадлежит государство скандально не увидел я ссылку на него одном из прошлых видео прикреплял ну и про то же джигурду тоже что сказать ну то есть вот видите есть какие-то все равно внутренние нравственные кодексы у людей что до какого-то момента они готовы да там исполнять роли так скажем да за денежку но по некоторым вещам они нет не согласятся ни за какие деньги и обязательно об этом расскажу понимаете уже о чем говорят вот так вот да ничего не утверждая ничего все это оценочное суждение за что купил зато и продаю как сказать да то что людям больницах если кто-то умер предлагают деньги да чтобы написать что вот он умер от корови до этого ну то есть понимаете кто-то берет а кто-то отказывается и рассказывает об этом мать и ну что вот какие у нас выводы могут быть если покупают артистов если огромные деньги просто инвестируются в медицинскую инфраструктуру чтобы как можно хуже статистика была в этом отношении каким я могу выводом прийти значит у данных сил да так скажем у них всегда есть программа минимум программу максимум если программу минимум рассматривать то это запугать людей до такой степени чтобы они сами побежали прививаться как от какого-нибудь там свинячего там гриппа там и так далее вот а программа максимум это установить фашистские режимы фашистские законы когда принудительно будут прививать это натуральный фашизм опять же я всегда делал оговорку я ничего не утверждаю это все есть мое оценочное осуждение ни к чему не призываю но думать своей головой очень полезно и анализировать вот эти все вещи как и говорю не ждите что кто-то за вас будет эти вопросы решать будет сложнее ситуация будет обостряться и дальше вот картинка не соответствует тому что я говорю то есть я показываю такую красоту который на наслаждаться так сказать да я тут такую тяжелую тему поднимаю но видите на насущно она это то что сейчас происходит это что меня беспокоит поэтому я об этом продолжаю видео говорить шикарное место чуть-чуть посижу поревоксирую я с разными людьми знакомлюсь общаюсь многие действительно вот обеспокоены вот там корове да там прививаться обязательно ждут даже вакцину это что вот девица там почувствовать себя защищенным так сказать то есть с проблематикой абсолютно незнакомо огромное количество людей и от те кто мои видео не смотрели может случайно нас то есть ну как минимум задаться стоит вопросами да зачем у нас по закрывали институты до которые проверку ввозимых импортируемых вакцин проводили то есть как-то вот проверялась все это раньше да что же нам завозят а сейчас вот как-то ну по цвету там по запаху да как там они соответствие проверяют потому что на этикетке и потому что внутри понимаете это же надо исследование целого провести и многие вот какими-то категориями мысли что вот светское же время ставили то есть надо сейчас ставить время то другое сейчас не советское то есть поменялась действительность у нас нужно уметь перестраиваться то есть ну как минимум изучить этот вопрос я пару ссылок накидаю в описании к этому видео полюбопытствуйте просто чтобы быть в курсе это важно ну а опять же для чего там вакцинировать и так далее ну вот как проговариваются прям в открытую фактически и говорят вот тот же бил гейт что чем лучше будут успехи чем больше будет успехов в плане вакцинирования в мире тем меньше будет население на планете то есть как это как сопоставить два эти факта все это вписано в программу сокращения народа населения на планете сколько там должно остаться 500 миллионов вот прикиньте входите ли вы эти 500 миллионов меня вот этого билета нету например заветно ну что ж надеюсь не сильно вас загрузил если допустим вам нравится картинка но не нравится так сказать то что вещает лев то выключайте звук смотрите без звука просто пейзажи включите какую-нибудь приятную музыку и так тоже можно в общем то это право ваш что прежде всего я хотел конечно показать вам эти замечательные пейзажи удмуртии одни из самых красивых мест я стараюсь вам показывать на своем канале всем кто досмотрел до конца большое спасибо ставьте лайк если видео вам понравилось оставляйте ваши комментарии делитесь видео с друзьями все это помогает в развитии канала ну а с вами был лев из удмуртии всего вам доброго до конца до конца